Всем привет, вы на канале Автозвук.ua и сегодня к нам на обзор попали LED-лампы от компании PrimeX, модель S-Pro. Производитель декларирует для этих ламп мощность 28 Вт, а также уважает своих потребителей и не указывает на упаковке какие-то завышенные, нереальные характеристики светового потока. В принципе, эта характеристика нигде и не указана, кроме вот такого небольшого шильдика на проводке, который, скорее всего, по привычке еще клеят китайцы. Здесь, конечно же, написано 6000 люмен, но больше нигде этой информации, скажем так, нет. При умеренной стоимости лампы, можно сказать, имеют хорошее качество сборки, интересный дизайн и по тактильным, а также визуальным впечатлениям внушают доверие. За исключением вот этого неприкрытого торца. А так лампы создают впечатление такой себе монолитной конструкции. Здесь есть место соединения корпуса лампы с системой охлаждения. Все зажато дополнительно винтами, имеет резиновые прокладочки, проставочки. Цоколь пластиковый, он съемный, то есть позволяет сначала зафиксировать в фаре цоколь, а затем уже устанавливать в фару лампочку. Система охлаждения активная, она реализована с помощью кулера. Также хочется отметить боковое подключение провода. Оно здесь по-другому, в принципе, и не может быть реализовано, так как установлен кулер. На проводе имеется дополнительная изоляция, которая защищает кабель от излома. Драйвер установлен непосредственно в саму лампу. В каких-то случаях это также может упростить установку. На конце мы имеем стандартную фишку для подключения вместо аж седьмой лампы. Отдельного внимания заслуживают светодиоды. Здесь установлены кристаллы от компании Lattice. Такие же диоды можно встретить, например, в лампах OLED. И, на мой взгляд, это одни из лучших светодиодов, особенно если говорить о соотношении цена-качество. И, в принципе, эффективность и также яркость этих диодов мы проверили на фотометре. При напряжении 12,83 Вольт лампы потребляют практически 2 А, а их мощность составляет 25,2 Вт. Световой поток 1366 люмин, а эффективность 54,17 люминоватт. Цветовая температура 5835 К. То есть, для своей стоимости, да и в общем, лампы имеют очень даже неплохие характеристики. И с таким световым потоком их вполне можно применять в рефлекторной оптике, не переживая, что лампы будут кого-то слепить. Также стоит отметить, что здесь установлен специальный фильтр, который не дает лампам создавать помехи для радиооборудования, установленного в автомобиле. Теперь мы установим эту лампу в оптику, сравним ее с галогенкой и еще какими-нибудь лайт-лампами. Световое пятно в данном случае очень яркое и это видно, скажем так, на глаз без всяких приборов. Также на глаз видно геометрию светотеневой границы, точнее отсутствие подъема с правой стороны, так называемой птички. Это обусловлено непосредственно конструкцией самой фары. Также конструкцией фары предусмотрено несколько насечек на рассеивателе, которые создают блики и засветы выше светотеневой границы. Но эти засветы видно из-за минимальной дистанции до стены, там всего один метр, возможно чуть-чуть больше. Вот, например, если прикрыть эту насечку рукой, то засветы над фарой сразу же исчезают. В принципе, такой же эффект мы наблюдали во всех наших прошлых видео. Также можно добавить, что светотеневая граница у этих ламп в данной фаре ничем не отличается от обычной галогенки. Поэтому, если вы обладаете подобной оптикой, то светодиодные лампы в ней будут светить примерно так же, как и галогенки, только ярче. Еще хочется добавить, что данные лампы оснащены кулером и этот кулер имеет специфический громкий звук. В некоторых автомобилях при определенных конструкциях водители даже жалуются, что шум кулера слышно в салоне. Но это может быть слышно исключительно, если автомобиль припаркован и выключен двигатель. При включенном двигателе, думаю, шум мотора будет перебивать шум кулера. В итоге можно сказать, что LED лампы Prime Mix S Pro мне понравились. Это неплохое сочетание цены, качества и яркости. Тем более, мы убедились, что данные LED лампы по светотеневой границе практически не отличаются от галогена. На этом, как обычно, все. Свои возражения и пожелания обязательно напишите в комментариях. Но перед этим поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok